Всем привет! Банк Русский Стандарт вновь проводит акции по возмещению стоимости выпуска дебютовой карты UnionPay при оформлении карты на сайте до 18 мая 2023 года. Сейчас подробнее с вами разберем. Приятного просмотра! Мы на сайте Банка Русский Стандарт и здесь мы видим дизайн дебютовой карты UnionPay. Данная карта пользуется большой популярностью и часто обсуждается именно в рамках пользователей телеграм-канала UnionPay в России. Так и здесь как и раньше Банк Русский Стандарт периодически проводит акции по возмещению стоимости выпуска банковской карты дебютовой UnionPay и ну разумеется да если у вас нет не было до этого карты в данном банке Русский Стандарт и условия достаточно простые то есть это нужно оформить карту на сайте Банк Русский Стандарт до 18 мая 2023 года, оплатить покупки за границей в срок до 18 июня 2023 года на сумму от 3000 рублей и разумеется список стран он всегда дополняется и корректируется так скажем правильно будет поэтому перед выездом всегда нужно посмотреть подходит ли данная карта для совершения операции в той или иной стране и в каком виде то есть это либо оплата в магазине то есть по торговой точке торгового сервиса предприятия либо же непосредственно то есть они нужно именно воспользоваться банкоматом того или иного банка на благо есть путешественники которые в рамках телеграм-канала UnionPay в России знают на своем опыте где что работает так и по поводу именно преимущества то есть получается стоимость выпуска карты 3000 рублей и при выполнении данных условий банк возмещает стоимость выпуска карты 3000 рублей а так то есть стоимость то есть вне акции да то есть стоимость выпуска карты 3000 рублей соответственно а уже со второго года 3000 рублей это у нас годовое обслуживание по карте то есть данном случае в рамках акции компенсирует стоимость выпуска карты а в дальнейшем уже ежегодно занимается плата за годовое обслуживание так здесь есть программа лайнерс кэшбэк то есть даже мест есть до 25 процентов это приводится максимальная богатая при оплате именно магазинах партнеров ну и разумеется 0 рублей доставка по россии то есть представитель банка привезет карту бесплатно удобно время и место так ну и по кэшбэку соответственно здесь был рассмотрим максимальные здесь же именно на выбор банком по поводу кэшбэка дается 7 категории из них можно выбрать 3 то есть это 5 процентный кэшбэк который будет 25 процентов это ну разумеется максимально до 25 процентов это именно у партнеров банка список постоянно обновляется и можно выбрать активировать ту или иную опцию чтобы вам начислялись повышенные бонусы именно у партнера банка при оплате то есть за это нужно следить можно зайти том же мобильном приложении или интерн-банке и отметить галочкой участие той или иной акции и соответственно 1 процент кэшбэка за остальные покупки и есть отдельный портал travel.rsb.ru портал непосредственно от банка русский стандарт где можно бронировать отели или купить же до билеты и за это насчитается повышенный кэшбэк 6 ну 6 процентов забронирование отелей 5 процентов за покупку же до билетов и 2 процента за оплату авиабилет 1 кэшбэк 1 рубль то есть курс опьян один к одному и важно нужно важно помнить минимальная общая сумма кубок для получения кэшбэка 5000 рублей за бонусный период в сумме по всем картам участвующих в rs кэшбэк rs кэшбэк ну то есть это бонусный так скажем счет едины по всем картам которые участвуют данной программе и нужно совершать покупки не меньше 5000 рублей за бонусный период если не совершаете покупки на эту сумму бонусы вам не начисляются это важно помнить ну разумеется про sbp систем быстрых платежей и всем известно а перевода до 100 тысяч рублей месяц через систему sbp без комиссии карта union pay дебюта оформляется с 18 лет и можно получить доставку по всей россии представителям банка и заявку на сайте легко и просто оставить так и по поводу именно условия акции то есть мы сейчас разобрали все моменты и есть отсылка к условиям акции давайте еще раз пойдемте то есть нужно то есть акция действует при оформлении карты непосредственно сайте банка по 17 мая 2020 года и затем то есть заключив договор и получив карту до 8 июня 20 23 года а можно разместить стоимость выпуска карты совершил покупку о магазинах за границей на сумму от 3000 рублей до 18 июня 20 23 года понятное дело что на последний день оставлять надо то есть покупка также она же обрабатывается она не в день день обрабатывается поэтому нужно не ждать до последнего дня совершить покупку на требуемую сумму и выполнить условия акции чтобы не было лишних вопросов банка да то есть почему не компенсировалась и так далее открываем подает документ всегда нужно читать условия тарифа так как они могут меняться и важно соответственно с ними ознакомливаться ну и по поводу вознаграждение банк обязуется зачислить срок с 19 июня по 18 июля согласно именно на были день им пользователей карты то есть банк не торопится с начинением кэшбэка да непосредственно по акции и они могут быть зачислены ближе к конечной дате то есть самое главное выполнить условия и по поводу да давайте также рассмотрим именно комиссия за снятие наличных 2 процента минимум 100 рублей так и ну база валюта для расчета банка с платным системой юнипей служит юань так и так здесь приводится разумеется да и общие срок поведения акции с 15 апреля 2027 года по 18 июля 2027 года включительно это именно общий период а по поводу именно перед оформления карты мы сами разобрали карту карта оформляется на сайте по 18 мая 2027 года и покупки совершает покупки на сумму от 3000 рублей совершается до 18 июня 2027 года где мы это все видим вот пункт 51 мы видим до 18 мая 2027 года клиента клиентом оформлена заявка целью заключения данного договора и вперед с 18 апреля 2027 года по 8 июня 2027 года после после оправления данной заявки клиентом заключен данный договор и вперед с 18 апреля 2027 года по 18 июня 2027 года рамка данного договора заключенного соответственно с пунктами договора так понятно совершенные расход на операции то есть оплата тсп тсп это торгово-сервисное предприятие то есть оплата в магазине непосредственно а на общую сумму 3000 рублей общую сумму вот российской федерации так мы уже вместе приводится что банк оставляет за собой права по своему усмотрению пусть течение 30 дней с даты начала акции в любой момент прекратить все проведение акции разместив соответствующую информацию на сайте или в сети интернет по поводу именно возврата стоимости выпуска карты а как мы сами уже смотрели возврата осуществляется комиссия с 19 июня по 18 июля 2027 года непосредственно то есть может быть именно что компенсация может быть очислено именно ближе к конечной дате вот самое главное выполнение условий согласно условиям которые предоставить которые указаны непосредственно банком русский стандарт разместя который находится на официальном сайте банк атаку был обзор данной акции по возмещению стоимости выпуска карты дебютовой union pay который опускается банком русский стандарт подписывайся на канал впереди много интересного видео нажимайте обязательно на колокольчик тогда вы будете получать уведомления о новых видео пишите комментарии ставьте лайки всем желаю крепкого здоровья всем удачи всем пока